Оценки и аналитика, комментарии и прогнозы. Участие российских ВВС в антитеррористической операции сирийских властей во все обсуждают СМИ по всему миру. А еще политики и дипломаты. Причем на Западе все чаще стали высказываться, если не с одобрением, то как минимум с пониманием. Подробности у Ивана Прозорова. Эти кадры облетели всю планету. Телевидение, радио, газеты, интернет. Новость, что называется, на первых полосах. Суть заголовков – стремительный переход от слов к делу. Россия наносит по террористам упреждающий удар. Не заставили долго ждать и западные политики. Если это часть международных усилий в борьбе с группировкой «Исламское государство», с этим чудовищным террористическим культом смерти, то это все к лучшему. С другой стороны, если эти действия направлены против свободной сирийской армии и в защиту диктатора Асада, очевидно, что это шаг назад. Но давайте посмотрим, что будет происходить на самом деле. На деле, говорят в российском Минобороны, происходит то, что и заявляли заранее. Авиаудары наносятся только по позициям террористов. Точечно. По инфраструктуре. Командным пунктам, складам с оружием, топливом. Обвинения в том, что российская авиация якобы бомбила жилые кварталы, в МИДе назвали спланированной спекуляцией и частью информационной войны. Официально эти данные не подтвердили ни в ООН, ни в Белом доме, ни в Пентагоне. С критикой такого давления выступили и в самих Соединенных Штатах. Известный конгрессмен от штата Гавайи, демократ Тулси Габбард, назвала это лицемерием. Она два года проходила военную службу в Ираке, сейчас входит в комитеты по делам вооруженных сил и иностранных дел. В интервью телеканалу CNN Габбард подчеркнула, что США куда эффективнее было бы сотрудничать с Россией и Ираном. Представители администрации президента критикуют действия России, но при этом США хранят молчание и поддерживают Турцию, наносящие удары по курдам, которые были самой надежной и эффективной наземной силой в борьбе с группировкой «Исламское государство». Думаю, что такая критика в адрес России несколько лицемерна. Нам надо снова посмотреть, каковы наши цели, кто наш враг и с кем нужно работать, чтобы победить его. При этом из всех стран, что бомбят территории Сирии под знаменами борьбы с ИГИЛ, Россия единственная, кто строго следует международному праву. Только наши военно-воздушные войска применили силу по просьбе законных сирийских властей и в соответствии с уставом ООН. И, как заявляют в Минобороны, это помощь правительственной армии, которая на земле воюет против экспансии ИГИЛ. Угрозой не только Сирии, ближайшим соседям, часть из которых и так погрязла в хаосе, а также другим государствам. Мы понимаем, что Ближний Восток дестабилизирована навсегда. Нужно сделать так, чтобы ограничить распространение этой дестабилизации, этой террористической заразы. Не только уже в Европу, но уже и к нам. Я видел атаки исламистов. В этом году были убиты сразу несколько журналистов. Мы думаем, что исламистское движение наиболее опасно. Господин Путин заявил это очень четко. США не смогли в одиночку определить эту позицию. Это сделал другой лидер, Владимир Путин. Эксперты подчеркивают, враг не исламский мир, а те, кто прикрывается его идеями для распространения террора. Эти проблемы, по словам политологов, прямое следствие распада Советского Союза и последующие попытки одной страны взять на себя все мироустройство. Чем это закончилось, видно на примере Ближнего Востока, раздираемого внедренными извне противоречиями. Стремление России стабилизировать регион назвали не иначе, как перехватом инициативы. Мы присутствуем в поворотный момент истории, когда действительно попытка решать что-то в мире без участия России или, может быть, даже против России окончательно провалилась, и Россия выходит на первый план как действительно мировая держава. Россия способна предлагать миру решения, Россия способна брать на себя ответственность, и это понимает международная общественность. Реакция Запада в этой ситуации показательна. После первой военной операции России в Сирии глава европейской дипломатии Федерико Маггерини объявила, что пришло время объединиться. Для совместной борьбы с ИГИЛ принято решение расширить так называемый Ближневосточный квартет, который до этого занимался урегулированием арабо-израильского конфликта. К России, США, Евросоюзу и ООН присоединятся и Ордания, Ливия и Лига арабских государств. Международному сообществу настало время объединиться в вопросах, которые включают два аспекта. Проблему безопасности, а именно военную составляющую борьбы против ИГИЛ, и начало политического процесса, ведущего к мирной инклюзивной передаче власти в Сирии. Но сейчас тот момент, когда от мировых лидеров ждут не столько заявлений и комментариев, сколько конкретных действий. Иван Прозоров, Роман Гусь, Первый канал.